всем привет к нам сегодня приехала интересная машина она немного потраивает у нее при разгоне идет черный дым такой интенсивный клубок она немного постукивает у нас блок управления повышает обороты потому что не справляется тнвд по увеличению давления топлива и человек хочет разобраться что даже все-таки у него произошло и так мы его немного попытали оказывается что он ставил не оригинальные фильтра да он видел что фильтр ставишь не оригинальный он там не защелкивался этого поначалу не напрягала и вот в оконцовке она приехала троящая пердящая сюда сейчас мы будем приступать диагностики разбираться с этими черным дымом чё стучит почему у нас плавает там давление и так далее а спонсором нашего видео является интернет-магазин газелиз 52 это самый популярный сайт по продаже тюнинга и запчастей к автомобилям газель если вы хотите освежить вид свои машины поменять свой высвешивший бампер или выделиться из потока нестандартным тюнингом переходите по удобному меню сайта и выбирайте вариант доработки своей кормилицы тут есть все от штор фар с ресничками до капота лично мне больше всего нравится еще огромный выбор недорогих запчастей и комплектов ко всем агрегатом на газель например у вас хрустом начала включаться первая передача вы зашли в меню кпп выбрали колечки синхронизаторов добавили в корзину они вам пришли вы отремонтировали газель никуда выезжать какие-то магазины их разыскивать куда-то тратить бензин не нужно все очень удобно недорого и надежно я и мои 50 друзей газелистов очень давно уже пользуемся этим интернет магазином нам очень нравится и вам я также его рекомендую приступаем первоначальной диагностики смотрим если у нас повышенные картерные газы если у нас какие-то проблемы по пропуску газов через уплотнения через поршневые кольца и уже кое-какая картина у нас обрисуется смотрим сколько прорывается газа у нас здесь в принципе все нормально примерно 26 27 пока криминала не обнаружено будем залазить дальше слышим мотор немного постукивает и он гуляет смотрим какой здесь сделан тюнинг синяя изолента точнее черная спасает подсосы у нас пылевые здесь идут тут хотя бы надо было на фоксикол это посадить делаем беглый осмотр видим что у нас форсунки не прописаны в блоке управления 1 форсунка записана в блоке управления это она вместо первого цилиндра стоит на четвертом цилиндре остальные форсунки не прописаны также мы видим не оригинальный датчик коленвала что может нам дать определенные проблемы также у нас изолента на разъемах форсунок кто-то протыкал провода подключался сейчас будем смотреть как отрабатывает каждый цилиндр подключились датчиковой аппаратуре делаем измерения и видим почему же у нас все-таки черный дым и неэффективно работает трои двигатель мы видим что у нас на в режиме холостого хода 4 форсунка и форсунка 2 цилиндра льет много топлива мы нажимаем маленькую прогазовку делаем мы видим насколько сильно льет в цилиндре вот эти 2 и 4 далее делаем прогазовку опять у нас переливает топлива два цилиндра два более-менее работы и при достижении 3000 оборотов мы видим что у нас начинаются пропуски воспламенения мы откроем вкладку и мы видим что здесь у нас идут пропуски воспламенения отключается предпрыск и впрыск основной у нас пробег 350 тысяч этот двигатель здесь не оригинальный уже установлен потому что коллектора евро 3 коленвал датчик коленвала уже от евро 4 скорее всего блок поставлен от автомобиля евро 4 какой-то или с next связан снял снят был или с какого-то евро 4 уже бизнеса также мы видим что вполне возможно у нас уже здесь вытяжка цепи нужно снимать осциллограммы смотреть насколько растянута цепь дополнительно сейчас будем производить демонтаж тублевых проводов высокого давления а также будем снимать рампу будем смотреть если там у нас выработка плунженных пар высокого насоса высокого давления тнвд также мы будем менять две форсунки если из рампы сольется на дне стакана прозрачного будет грязь нужно провести магнитом по ней если она будет магнит то есть скорее всего насос тнвд гонит стружку и подлежит замене снимаем рампу и сейчас будем смотреть если там внутри стружка сливаем с рампы топлива берем магнит и вводим по донышку стаканчика мы видим что у нас здесь небольшая стружечка имеется не очень критично конечно это у нас результат попадания грязи когда тнвд насос гонит стружку прям очень много у вас прям такая будет змейка ходить сантиметра 2 наверно длиной и толщиной как ну наверное как нитка выводите она за магнитом вашим бегу знаю будет здесь видно здесь незначительно чуть-чуть сейчас будем промывать это все и устанавливать обратно если у вас гонит очень много стружки такой насос желательно конечно же поменять чтобы форсунки не наелись этой металлической пыли и не потребовалась повторная установка новых уже новым тнвд после замены двух форсунок у нас показатели тнвд работоспособность восстановилась все показатели в норме но одна форсунка у нас сливает все-таки в обратку и мы будем ее менять на ремонтную к сожалению у нас запасы новых форсунок закончились и вот у нас уже клиенты выбирают наши личные форсунки схованные в пакетике придется ставить что делать потому что человек зачем повторно ему приезжать будем ставить ремонт посмотрим как он отрабатывает после замены у нас работа форсунок нормализовалась теперь у нас ничего не стучит из выхлопной трубы не дымит больше черным дымом у нас двигатель ровно работает больше его не трясет в разные стороны и сейчас я вам хочу наглядно показать как было и что стало вот такая у нас работа была на холостом ходу переливала две форсунки точнее даже три форсунки переливала потому что красная у нас тоже немного уходила в перелив нормально из этих всех форсунок было вот этого коричневого цвета одна единственная остальные все лили в котлы соответственно поршни могли при такой работе расплавится полопаться кольца и человек вовремя обратился и устранил эту проблему также у нас были пропуски воспламенения и иногда прекращался впрыск топлива теперь мы открываем работу двигателя после замены форсунок было стало вот такая работа форсунок практически сходятся они в единое целое чуть-чуть на холостом ходу две форсунки две форсунки идут попарно и ну практически они все в одной линии на прогазовках они одинаково отрабатывают тут вопросов нет сейчас мы будем еще разбираться с турбонаддувом потому что у нас всего лишь надув был 100 килопаскаль надеюсь сейчас все в положительную сторону изменилось у нас еще тут стояла пару не оригинальных датчиков и посмотрим как это все у нас будет работать на трассе и так вот хозяин автомобиля иван какие ты сегодня сделал выводы выводы что нужно ставить оригинал только особенно фильтр топливный смешно да да вот какая цена вопрос большая барди цена вопроса вот сейчас ему пришлось поменять форсу три форсунки считайте сами к 1 форсунка стоит 9 500 умножайте 9 500 на 3 получается 30 тысяч рублей просто на ровном месте еще нужно заплатить за работу за диагностику за монтаж демонтаж то есть прилипайте вы на очень круглую сумму экономя там 500 600 700 рублей так что покупайте фильтра в проверенных местах берите оригинальные фильтра и не попадайте просто на ровном месте на такие существенные суммы под 40 50 тысяч рублей на этом все мы с вами прощаемся надеюсь вам было интересно подписывайтесь на канал всем пока